привет дорогие друзья во первых большое спасибо за то что вы оставили свои комментарии и отзывы и пожелания госпожа послу украины в португалии а это госпожа посол известно тем что в свое время она лайкала антисемитские посты марущинца помните такой в гамбурге был дипломат украинский который потом стал причиной просто международного скандала после опубликовал его собственно статус и так вот эти статусы лайкала госпожа посол и госпожа посол остро отреагировал на статьи в португальской прессе о неонацистских формированиях в частности о нацкорпусе ну к ней отправились люди и поблагодарили ее за все ну и как бы и написали все что они думают я должен сказать что вам стоит даже послушать как она зачитывает этот текст чтобы вы понимали она там чуть ли не 10 лет в португалии и вот это вот ее знание языка ну просто просто ради интереса ну а теперь мы переходим к главному владимиру александровичу зеленскому он после долгого перерыва записал видео обращение всем доброго дня хочу вам рассказать один прикол вы знаете мы тут робим великое будильничество в украине мы будем тысячи дорогих про большую стройку мы знаем конечно же и собственно это видео будет посвящено большой стройке она так называется большая стройка ух задумали ух да есть такая большая проблема как сберечь дороги для того чтобы сберечь дороги надо не пускать по ним дальнобойщиков с перегрузом то есть вот фуры с перегрузом ну и короче вы понимаете они как-то объезжают дальнобойщики как-то объезжают водителей фур и поэтому президент ну хорошо что других более важных дел не нет а есть еще одно дело шареюж надо там на партии нападать там на офисы но то такое можно отложить давайте займемся лучше чатиками короче они зашли в какой-то чат дальнобойщиков нашли где те общаются как объезжать посты проверяющие перегруз все одно не можем зрозуметь как они объезжают то они вночь перевантажные едут разбивают дороги тут у них объезжают центральные дороги так и значит я значит со своим хлопцем мы нашли значит такую группу значит называется она сейчас вам скажу я записываю ГВК весовой контроль и оказывается там те друг другу сообщают как объехать вон тот пост а как вон тот объехать и так далее президента они развеселили ну развеселили вы меня и развеселили всех но хотел бы вам просто сказать что вы хлопцы это засранцы да мы тут хотим что-то хорошее сделать для страны мы хотим что-то хорошее сделать имеется ввиду большая стройка а вы засранцы ну и говорит что если не помогаете вы не в состоянии помогать так хоть не мешайте а вот а вы как-то ну помогать вы не можете это ведь неспособно да вот ну вы хоть трешечки не заважаете я не соглашусь позволю себе не согласиться с уважаемым Владимиром Александровичем они помогают потому что деньги за которые идет сейчас это строительство на котором воруются наверное процентов 40 средств это как раз таки они дали объясню дело в том что с каждого литра бензина мы платим все автомобилисты 0,21 евро акциза который направляется в дорожный фонд из них 35 процентов идет на местные дороги 60 процентов на трассы международного и междугороднего значения и 5 процентов на средства для обеспечения безопасности дорожного движения поэтому они как раз таки платят за вот это вот на масштабную стройку кроме того я не знаю по какой причине президент думает что загружают фуры сами дальнобойщики они не могут повлиять на это загружают фуры владельцы этих всех предприятий которые отправляют дальнобойщиков и надо бы бить по владельцам предприятий которые в таком виде отправляют фуры с перегрузом водители то тут причем некоторые комментаторы у владимира александровича задались вопросом а почему никто не обращает внимание собственно на само строительство ну там миллион долларов один километр дороги и так далее ничего никто не обращает давайте я обращу свое внимание смотрите вот это вот народный депутат от слуги народа курбаков александр николаевич курбаков александр николаевич работал в секторе телекоммуникации и айти офису эффективного регулирования по счастливой случайности этим же офисом руководил алексей гончарук будущий уже бывший премьер-министр украины увидев знакомое лицо гончарук назначает курбакова главой государственного агентства автомобильных дорог украины у крафтодор но фишка в том что глава то глава хорошо но хорошо бы ему правильного наставника правильный наставник появился это некто голик некто голик является выходцем из медиахолдинга некого ложкина этого того самого ложкина который являлся главой администрации президента порошенко что интересно что в пятнадцатом году по совету ложкина именно по совету ложкина петр порошенко назначил главой днепропетровская ога бывшего топ-менеджера украинского медиахолдинга валентина резниченко а последний резниченко позвал голика в команду строить дороги школы и больницы вот что он заявлял находясь на этой славной хлебной должности руководителя по строительству дорог находясь у резниченко децентрализация власти инициированная президентом петром порошенко позволила днепропетровской ога во главе с валентином резниченко сделать сколько сколько не было сделано до того и сколько не делает пока никто сейчас можно сказать даже так что в мироздании никто не осуществлял столько сколько нам удалось осуществить благодаря петру алексеевичу порошенко интрига заключается в том что этот резниченко который был назначен главой ога он является родственником бориса ложкина то есть это такая родственная мафия впоследствии сми много писали по поводу того что оставил после себя этот самый резниченко родственник ложкина что случилось с голиком который строил строил автомобильные дороги о которых и сейчас вспоминают не злым тихим словом после того как порошенко ушел вы думаете он надолго потерялся нет его прочили вообще в глав главы автодор но назначили в итоге близкого гончаруку курбакова на голик стал по сути руководить автодором вместо этого курбакова являясь его своего рода советником вообще-то премьер-министр гончарук пригласил его к себе в советники и вот уже он пишет хвалебные посты в адрес владимира зеленского то есть человек который являлся человеком главы администрации президента при порошенко в итоге находит себя ну еще на на высшей должности становится советником премьер-министра и началось укр автодор приступает к большой стройке советник премьер-министра юрий голик он везде комментирует по сути везде нет ни одной области где он не прокомментировал бы строительство дорог причем интересно что его представляют иногда просто юрий голик даже не говоря кто он такой же типа все должны знать это юрий голик вы что не знаете юрия голика но вот меняется премьер-министр гончарук и рассказывают что и ложкин со своим голиком и гончарук со своим курбановым начинают очень сильно переживать потому что если их сменят если сменят руководство украфтодора то эти люди потеряют колоссальные пути обогащения ну как говорят я же не проверял я думаю что вообще вот лично мое мнение я думаю что там все работают очень честно потому что как как можно красть когда мимо тебя проходят миллиарды когда озвучивается сумма на эти ремонты да тут всем становится плохо будет выделено 113 миллиардов гривен когда речь идет о таком гешефте здесь нельзя ни в коем случае потерять своих людей а ведь их могут сместить они могут уйти потому что ну слишком зашкваренный да один с ложкиным имел прямое отношение к ложкину и к его родственнику да второй как бы человек гончарука который ушел не очень хорошо и вообще откуда он взялся и так далее и здесь в игру вступает еще один человек по нашей информации человека зовут кирилл тимошенко хочу сказать еще всего року ну взагалі такого в истории никогда не было я думаю что люди какие-то по дорогам бачить скільки зараз добудуются дорогах ремонтуются и так далее мы просим о вибачения за что ремонтуются они зараз у летний период а то есть курбаков нужен ложки ну ну и гончаруку да ну гончаруку нужен также и голик этот короче они оба нужны правильным людям нельзя их увольнять и за них начинает топить мазу советник ермака и вот она масштабное строительство причем что интересно это масштабное строительство анонсирует сам владимир александрович зеленский его возят там поэтому строительству он говорит вот мы масштабное строительство то есть он на самом деле верит что это честная тема что там нет людей не чистых на руку который к примеру хорошо нагужевались в днепровской ога собственно подобрать ключик к этому самому вездесущему голику который умеет ремонтировать дороги помог тимошенко владлен васильевич который трудится в днепропетровской областной ради и который имеет связи со всей той командой резниченко которого я уже упоминал бывшего главы облгосадминистрации которого конечно же сменил зеленский но людей которого зеленский позволил приблизить на самые хлебные должности он имел с ними отношения вот владлен васильевич ну и вы конечно понимаете чей это папа да это папа конечно же тимошенко кирилла владленовича 31 год а ты зарабатываешь миллиарды в 31 год ничтожество а вот кирилл зарабатывает смотрите к кирилл придумал тему мандруй краину потому что просто так войти в этот проект почему вдруг кирилл придумывает тему мандруй краину мы отремонтируем дороги к морю знаете как говорят отправишься заданием или отправишься в сторону моря вот это вот как раз она дорога к морю вскоре откроют отремонтированные автодороги к курортам на черноморском и азовском побережьях заявляет кирилл тимошенко на сайте президента украины вот и он и курбаков видите стоят вместе и вот уже указ президента украины номер 246 2020 назначается координационный совет по реализации программы большая стройка конечно же в этот совет входит к сам тимошенко курбаков но это мы же понимаем крикли конечно же но и ради прикола наверное ну просто по блату туда же всунули и подаляка михаила подаляк михаил это по сути по сути спичрайтер президента зеленского который рассылает тупые темники посредством массовой информации и так далее ранее он просто феерически руководил самым помойным обозреваем самым помойным обозревателем видите на подсознании просто говоришь самым помойным сайтом украины обозреватель да михаил подаляк тоже смотрите специалист будет по дорогам а все они будут осваивать 113 миллиардов гривен а как они их осваивают и как это деньги вымываются в одном из наших ближайших выпусков интересно скажите ну просто скажите да или нет пока а ты кем был замминистра перед порошенко а ты кем был министром при зеленском как это случилось как антон то есть пришел так все началось мишка мишка ты вернешься мишка мишка